С праздником, дорогие братья и сестры! Сегодня рождение Божьей Матери, день Ее рождения. И для нас это важный день, нужный. Это день, когда человечество, потерявшее связь с Богом, стало способным эту связь восстановить. Века прошли в изоляции, небо было закрыто, люди искали Бога, но грех давлел над этим миром. И вот, наверное, не только подвиг духовной жизни, праведной жизни родителей Ее, и Акима, и Анны, но вообще это подвиг всех людей, всех праведников, которые были в Ветхом Завете, которые все-таки говорили о том, что человек без Бога жить не может, что жизнь без Бога это безумие, бессмыслие, это бесисходность, это действительно ад и одиночество, когда человек, замыкаясь в себе, обрекает себя на вечную смерть. И вот рождается та, которая побеждает этот временный мир с его законами, рождается та, которая соединяет, опять соединяет человека с Богом и дает человеку возможность войти в новую жизнь, в новые отношения. И это жизнь вечная. Поэтому, конечно же, для нас очень важно, важен пример, важно, на что мы равняемся, потому что, понимаете, на что ты равняешься? Вот Божия Матерь, вот, она же как и мы с вами человек. Но что может, как может возвысить Бог человека, когда Он отдает ему всю свою жизнь, не деляя ее, не высчитывая, сколько мне и сколько Богу достанется, отдавая ему полностью свою жизнь. Такими были ее родители, которые и стали теми, кто подарил миру этого великого ребенка, который стал честнейшей Херувим и славнейшей без сравнения Серафим. Это те родители, которые всю жизнь молились, и молитва их не была неуслышана. Это пример для нас, как мы должны жить, не погружаясь в какую-то суету, в какие-то проблемы, которых мы никогда все их не решим. Ищите Царство Небесное, все остальное приложится вам. Это для нас очень важный момент, чтобы мы все-таки осознавали, что что для нас в жизни главное. Ведь жизнь действительно она такая, что сколько много каких-то возникает человеческих, земных недоумений, недоразумений. Мы пытаемся все это привести в порядок. Опять все разваливается. И оно будет разваливаться. Понимаете? Потому что всяк человек ложь на этой земле. Всяк. И поэтому мы не найдем на этой земле какой-то порядок, какую-то действительно идеальную жизнь. Мы это должны искать совсем в другом месте. В Царстве Небесном. Потому что, яком сда ваша, много небеса. А здесь это наш путь. У каждого есть свой крест, по которому он несет, и по этому пути свой крест до последнего дня, для последней минуты своей жизни. И если мы действительно хотим победить плоти крот, войти в Царство Небесное, неужели Бог нам не поможет в этом? Конечно, поможет. Но грех хитер. И он нас часто уводит. Уводит от того прямого пути за Христом, по которому должен идти каждый из нас. И мы начинаем тогда блуждать. Мы начинаем, понимаете, запутываться. Мы начинаем мудрить, хитрить, сами себя обманывать. И это неправильно. Поэтому, конечно же, у нас в Церкви все есть. У нас есть святые, у нас есть Божия Матерь, Ее покров над каждым из нас. У нас есть Сам Христос, Который говорит, Я с вами буду до скончания века. Что, чего нам с вами не хватает. Вот мы сегодня приняли тело и кровь Христа. Разве может быть что-то большее в этом мире? Разве можно после этого говорить, что мне что-то не повезло, и что-то, чего-то мне не хватает. Чего не хватает? Квадратных метров. Денег не хватает. Здоровья не хватает. Тогда все у нас есть, если в нас с нами Бог. Поэтому, конечно же, вот трудно осознать вообще, что мы имеем, какая вообще жизнь должна быть у человека, в котором живет Христос, тело и кровь Христа. Ведь Христос говорит, Я победил мир. И Он действительно побеждает грех всего мира и открывает каждому человеку путь в рай. Что еще? Поэтому, в любых обстоятельствах, где бы вы ни были, в каком бы положении ни оказались, нужно помнить о главном. Что главная наша задача, чтобы в нашем сердце жил Христос. Чтобы в нас был мир, внутренний мир, от которого будут спасаться люди вокруг нас. Чтобы мы не теряли доверие к Богу. Вот иногда люди говорят, Вот я молюсь за своего, например, пьяницу мужа. Ну, уже молюсь 20 лет. Сколько еще мне можно молиться? Или я молюсь, а детей нам не посылается. Я молюсь, и что-то не так. Понимаете? Вот пример этих удивительных родителей Божьей Матери, которые до старости молились, и уже, казалось бы, никакая их молитва не может быть по естеству, по-человеческому. И Бог посылает им в старости ребенка, которую они тут же отдают в трехлетнем возрасте Богу. Твоя, твоя. Просто нам не хватает веры. Вот так надо сказать. Понимаете? А когда говорит человек, Ну, все, что я поделаю с этим мужем, с этими детьми, с этими... Они же уже все равно им... Знаете, это уже сдача позиций. Понимаете? Все могу о укрепляющем Иисусе. Если действительно ты веришь в Бога, Который может из ничего сделать все. Из самого последнего грешного человека может сделать святого. И в этом мы все время, мы, приходя в храм, мы об этом все время слышим. В общем-то, все богослужение, все то, что происходит в храме, оно должно настраивать человека, чтобы человек вырвался из оков этого мира. Чтобы он победил эту логику, понимаете, греховную логику, греховные какие-то, понимаете, законы, которые не действуют в вечной жизни. В Царстве Небесном. И они... Это законы временные. Сегодня одни законы принимают, завтра другие. Сегодня одни кумиры, завтра другие. Неизвестно, какие будут послезавтра. Но, понимаете, все это временные. А мы, христиане, мы не выходим из мира, мы живем в мире, но у нас другая жизнь. Эта жизнь должна быть внутри, в нашем сердце. И если она будет настоящей жизнью, если мы по-настоящему будем искать Бога, и жить с Богом, и пытаться искать воли Божьей, и жить по воле Божьей, то я думаю, что мир станет другим. Только нам нужно себя не пожалеть. И не засомневаться в том, что мы можем. Если я там, например, один человек, и это бывает очень удивительно, один человек приходит, вся семья говорит, это сумасшедший. Он пришел к Богу, это уже что-то у него не то. Наверное, какая-то, что-то, понимаете, заболел, наверное. А потом смотришь, время проходит, и вся семья приходит в храм. Это так красиво, понимаете. Вот как любовь Божья, вот как молитва, как слезы матерей, жен, мужей, мужу я тоже плачу. Как они, понимаете, как они действуют, понимаете, только надо молиться. Вот если мы хотим кому-то помочь, да, своим близким, я стану на колени и буду кричать Богу, пока сил хватит, всю ночь. Вот после такой молитвы, я думаю, все произойдет. А если мы так, знаете, я уже прочитал, ой, пора спать. Ну, конечно, пока мы не готовы к такой молитве. Молиться, это кровь проливать. Вот если с нами будет Бог, то кто будет против нас? Если мы будем с Богом, понимаете, который победил этот мир, если мы будем с Христом, который действительно сказал, все можете через апостола Павловского, о укрепляющем меня, и сила Божия в нем еще совершается, какие у нас с вами могут быть проблемы. У нас с вами проблем уже нет. Только бы не отпасть от Бога, только бы не согрешить. Сподобие Господи, и в этот день без греха сохранится нам. А так все проходит. Видите, недавно жарко, 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 сейчас холодно, потом опять зима, потом опять весна, потом опять, 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 а потом в какой-то момент стоп, кадр, все, пора домой. Собирай вещички. Что мы с вами возьмем? Какие мы вещички возьмем домой? Понимаете? Где твой ум? Где твое сердце? Там будешь идти. Хотелось бы, чтобы мы все, все это временное как-то не захламляли на свое сердце, на свой ум, а все отдавали в руки Божии. Но, к сожалению, в нас живет два человека, есть греховный человек, который делает все, чтобы мы не вошли в Царство Божьего. С ним-то нам и нужно бороться. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok